Здравствуйте! В эфире спецвыпуск программы «Под защитой закона», посвященной Дню работника прокуратуры. Почти 300 лет назад, 12 января 1722 года, Петр I основал надзорное ведомство, и с тех пор многие поколения правоохранителей стоят на страже закона в России. В декабре в Крымской прокуратуре завершились ежегодные внутриведомственные конкурсы. В четырех номинациях по главным направлениям прокурорской деятельности победу одержали молодые сотрудники из разных регионов полуострова. О том, как им это удалось и чего стоит успешное начало карьеры в надзорном ведомстве, смотрите в сегодняшнем праздничном выпуске. Горьковский мост в Керче раньше был постоянным источником плохих новостей. Множество аварий, десятки пострадавших случались и смертельные исходы. Возмущение в соцсетях и СМИ ничего не меняло. Обещания городадминистрации отремонтировать объект оставались обещаниями. Так было до ноября 2018-го, когда в дело вмешалась городская прокуратура. В ходе проверки совместно с сотрудниками отделения ГИБДД был осуществлен выезд на указанный Горьковский мост и произведены замеры дорожного полотна. По результатам проверки было направлено исковое заявление в Керченский городской суд, которое было удовлетворено в полном объеме. А вы лично выезжали и замеряли? Да. Сложно было? Ну, в связи с тем, что это очень интенсивный участок дороги, даже приходилось тормозить движение дорожное. Ирина Зинюк не из тех, кто боится сложностей. После окончания с красным дипломом Крымского юридического института по распределению попала в Керченскую прокуратуру и сама попросилась на направление общего надзора. Говорит, хоть и трудно, но очень интересно. Уж очень широкое поле деятельности. В мои обязанности входят надзор и соблюдение законодательства о противодействии коррупции, о градостроительной деятельности, о государственной и муниципальной службе, надзор в сфере экологии и природопользования, а также дорожная деятельность. Примерно в год в прокуратуре города Керчь рассматривается более 5000 обращений. Примерно на каждого сотрудника и помощника общего надзора около 500-600 обращений в год. Всего лишь за год работы молодой специалист накопила огромный опыт, который и помог ей победить в ведомственном конкурсе. Так же, как и ее коллеги Кристине Воловик, разделившей с Ириной первое место по направлению общего надзора. Занимается она не менее богатыми на жалобы граждан сферами, земельными и трудовыми правоотношениями. У нас, к сожалению, в Керче три предприятия банкроты, которые являются должниками по заработной плате. И вот одно из предприятий, вот в моей деятельности такой небольшой, это муниципально-унитарное предприятие, которое оказывает жилищно-коммунальные услуги, там порядка 125 работников. К мной было подготовлено порядком 140 исковых заявлений в суд во взыскании заработной платы на общую сумму более 1 миллиона 800 тысяч. Написали заявление, вот, и ждали решения суда. После решения суда нам выплатилась заработная плата за все два месяца. Мы будем в дальнейшем, в случае чего, будем просить помощи прокуратуры. А еще Кристина занимается правовым просвещением населения и взаимодействием со СМИ. Уверена, что именно широкий круг обязанностей дал ей возможность достичь отличных показателей и стать одним из двух лучших прокуроров по общему надзору в Крыму. Это не только моя заслуга, но заслуга моего руководства, которое направляет в нужное русло, координирует мою деятельность, дает соответствующие советы и задания, которые необходимо выполнять. Общий надзор за исполнением федерального законодательства, по сути, основное направление работы прокуратуры. Большинство проверок и жалоб от населения относятся именно к этой сфере. Неудивительно, что конкурсная комиссия не смогла выбрать кого-то одного. Примечательно другое – обе победительницы из одного региона. И это значит, что у керченских надзорников есть повод для гордости, а у жителей города основание чувствовать себя увереннее, обращаясь в прокуратуру. Моё детство трудное очень. Я работала, трудно было, не могу всё рассказать. Вся семья погибла во время войны. Я одна. Такое предприятие, солидное, департамент труда. И так мучили. Мучили феодосийскую пенсионерку Надежду Яковлевну местные бюрократы несколько лет. Не давали документы российского образца о статусе инвалида войны. При этом, как выяснили в прокуратуре, куда женщина обратилась за помощью, реальных причин для отказа не оказалось. Ей было отказано, ввиду того, что формулировка в справке МСЭК не соответствует требованиям федерального законодательства. Однако данное несоответствие носит формальный характер, то есть не было указано инвалид с детства именно, но несмотря на то, что ранение она получила в возрасте 4 лет. Я подготовил исковое заявление, прокурор обратился в суд, и уже в судебном порядке ей был установлен статус. И подобных случаев, когда права граждан приходится отстаивать через суд, за полтора года практики Алексея Карпова было немало. В активе молодого надзорника, специализирующегося на представительстве интересов социально незащищенных, уже 45 выигранных дел из 45. Успешные результаты работы позволили ему выйти в финал конкурса на звание лучшего цивилиста и получить высший балл. Круглый отличник, закончивший с красным дипломом два юридических вуза, немного смущаясь, признается, к встрече с комиссией даже специально не готовился. Честно говоря, даже времени особо не было готовиться, поскольку у нас очень большой объем работы. В принципе, уже на самом конкурсе непосредственно была подготовка и подготовка речи, решение задач. Юриспруденцией он заинтересовался еще в девятом классе, начал участвовать в различных олимпиадах, организованных прокуратурой, и поступая в университет, уже точно знал, кем хочет стать. Мечты сбываются. Доказано Алексеем Карповым, помощником прокурора Феодосии. С детства хотел работать в органах и старший помощник прокурора Советского района Александр Кобец. На выбор профессии повлияло в том числе и увлечение кинодетективами. Безусловно, интересовали фильмы о правоохранительной деятельности, популярные довольно-таки тогда были сериалы. Вместе с тем, как бы, ну, всегда было чувство справедливости, несколько обостренное. Поэтому, как бы, основная цель была такая, чтобы защищать людей. Защищать людей прокурорам порой приходится не только от преступников, но и от произвола или непрофессионализма коллег из других правоохранительных ведомств. Александр уже больше двух лет занимается надзором за уголовно-процессуальной деятельностью органов дознания и следствия. Наиболее тяжким нарушением является укрытие преступлений от учета и регистрации. Также допускается необоснованная волокита при рассмотрении сообщений о преступлениях, принятие незаконных необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Когда возникают какие-либо сомнения, приходится созваниваться с заявителями, с потерпевшими и уточнять их позицию по делу. Поскольку бывают такие случаи, что сотрудники полиции недобросовестные, искажают показания свидетелей, показания потерпевших с целью, допустим, сокрыть преступления. В 2018 году в советском районе прокуроры выявили свыше 600 нарушений в этой сфере. 35 дознавателей и 6 следователей были привлечены к дисциплинарной ответственности. Эти результаты дали Александру дорогу в финал ведомственного конкурса, где он смог достойно себя показать и стать лучшим в своем направлении среди крымских прокуроров. Юлия Рахманова единственный потомственный юрист среди победителей конкурсов в этом году. Работает в прокуратуре с 2010-го, но своим нынешним направлением, поддержанием государственного обвинения по уголовным делам, занимается только чуть больше трех лет. Я сейчас стою на основном месте государственного обвинителя. Это наше, так сказать, основное рабочее место, где мы проводим большую часть своего рабочего дня. Отсюда мы обращаемся к суду с ходатайствами, произносим свои речи, разрешение данных ходатайств, высказываем свое мнение, ну а также произносим обвинительные речи в судебных прениях. Раньше она занималась защитой прав несовершеннолетних, но однажды начальство решило иначе. И Юлия с головой окунулась в сферу уголовного процесса. Ее руководители о принятом решении нисколько не жалеют. Я бы ее охарактеризовал, что она инициативный сотрудник, который всегда подходит со своим предложением, и мы потом уже принимаем общее совместное решение. Юридически грамотно, взвешенно принимает решение, имеет большой опыт в своей деятельности, коммуникабельно. Умение правильно общаться с людьми, аргументированно отстаивать свою точку зрения, помогает чувствовать свою правоту, несмотря на то, что порой в суде бывает нелегко выдержать моральное давление со стороны защиты. Конечно, тяжелый взгляд на своем плече иногда присутствует в судебном заседании, когда особенно просишь продлить меру пресечения или просишь назначить довольно-таки суровый срок наказания подсудимому. Конечно, бывают и эмоции со стороны присутствующих в зале самого подсудимого, имеют место быть слезы родственников, слезы матери, слезы жен. Все-таки закон есть закон, он един для всех, справедливость должна восторжествовать. К успеху в конкурсе Юлия шла последовательно. В 2017 году заняла второе место, а после нынешней победы будет отправлять заявку на всероссийский этап в Генеральную прокуратуру. Но, как признается, это не самое главное. Важно внутреннее ощущение нужности своей ежедневной работы и дальнейший профессиональный рост. Олег Анатольевич, не знаю, как вас, но меня лично очень удивили результаты ваших профессиональных ведомственных конкурсов. Получается, в четырех основных номинациях победу одержали самые молодые сотрудники с совершенно небольшим опытом работы от одного до трех лет. Как так получилось и что это значит? Получается, ваши опытные сотрудники потеряли прыть или, наоборот, молодежь уж больно талантливая? Я считаю, что это как раз косвенно свидетельство в том, что подбор кадров органов прокуратуры осуществляется правильно. В прокуратуру приходят способные, а некоторые одаренные, молодые люди, которые хотят работать в прокуратуре, хотят сразу с начала своей работы себя наилучшим образом проявить. Это первое. Во-вторых, конкурс проводился среди работников неруководящего состава. В положении о конкурсе заложено, что это работники, если применительно к этой ситуации, можно сказать, рядового звена, те, которые действительно ежедневно занимаются профессиональной деятельностью, но не являются руководителями. Это конкурсы, своеобразный способ поощрения. Он позволяет нам заметить наиболее перспективных по результатам, потому что есть первые места, есть призовые места, которые обязательно отмечаются. А что бы Вы пожелали в профессиональный праздник и перед началом нового рабочего года своим и молодым, и более опытным коллегам? Мы сейчас как раз занимаемся тем, что подводим итоги предыдущего года. Сейчас идет пора, завершается период сдачи статистической государственной, ведомственной отчетности. То есть можно уже по истечении определенного времени говорить, что удалось, что не удалось. Поэтому, наверное, в профессиональный праздник хотелось бы пожелать прежде всего того, чтобы работники, отдавая значительную часть своей жизни работе в органах прокуратуры, все-таки не забывали о том, что есть у них семьи, не забывали о своем здоровье, потому что здоровый сотрудник прокуратуры гораздо более эффективен, нежели тот, который имеет проблемы со здоровьем. Поэтому пожелаю здоровья, чтобы было все хорошо в семьях, ветеранам долгие годы сотрудничества с молодежью, потому что они здорово нам помогают. Ну а профессиональных успехов пожелаю тоже, потому что не один десяток работников прокуратуры Республики Крым были поощрены правами генерального прокурора, ведомственными наградами, в том числе в достаточно высоком уровне. Это была программа «Под защитой закона». Специальный праздничный выпуск ко дню работника прокуратуры. Смотрите нас в эфире Первого Крымского и Крыма-24. Живите по закону и будьте лучшими в своем деле. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова